Девчонки, всем привет! Несмотря на то, что сегодня выходной день, у меня руки до камеры дошли только сколько? Уже почти 10 минут восьмого. Сегодня такая погода была какая-то непонятная. В общем, то солнышко, то дождик, то дождик и солнышко одновременно. Мама с утра позвонила, говорит, ко мне сегодня не приходите, даю тебе выходной, отсыпайся, отдыхай, занимайся своими делами. Ну и я, собственно говоря, напланировала много всего и ничего не погладила, ничего не поубирала. Единственное полезное дело из моего списка, это я позанималась йогой. И даже ничего такого особенного вроде бы не сделала, но в то же время целый день я где-то что-то там передвигала, двигала, убирала. Ну, такое вот, но ничего не закончила. Вот я заметила, если ты начал, например, вытирать пыль, то нужно ее вытирать пыль по всей квартире. Если ты начал там что-то передвигать, переставлять, разбирать шкафы, то нужно, пока не разберешь, не останавливаться. А так там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть и, в общем, ничего до ума не довела. Сейчас Милешка, в общем, сидит с подружкой, разговаривает по Вайберу, а я жду, когда муж позвонит. Девочки спрашивали по поводу, как там обстоят дела у Любашки. За вот эти две недели мы ни разу с ней не встречались. Я ей на прошлой неделе звонила, все было хорошо. На этой неделе звонила три раза, она у меня ни разу не ответила. Но в Вайбере, правда, написала, я ей сообщение оставила. Говорит, не волнуйся, все хорошо, все нормально. Так что, фу-фу-фу-фу-фу-фу, вроде бы вот эти вот методы, что она там делает, я точно не знаю. Опять же говорю, что у меня тут за вот эти две недели своих было забот, хлопот столько, что не встречались, не разговаривали. Но за этим дело не станет. Продлили нам этот карантин. Ну, что делать, у всех продлили. Спрашивали про школу, школа, да, почему 10 девочек, 10 деток, потому что школа частная, частная гимназия, да, гимназия она так и называется. Ладно, это не важно. Я сегодня хотела другое показать и другое рассказать, но не тут-то было. Гуляли мы с Мелешкой, мы вышли сегодня в 5 часов вечера. Я открыла проветривать, решила квартиру проветрить, потому что, ну, дождик закончился, смотрю, солнышко. И вот, вы знаете, прям аромат такой вот зелени после дождя, такой весны. Я говорю, так, Мелеша, быстро ужинаем и идем гулять. И мы с ней почти 2 часа гуляли. Так вот, на прогулке, в общем, она каталась на качельке. Я слышу, у меня, ну, сообщение идет, звуковой сигнал, пришло письмо. Смотрю непонятный, ну, какой-то адрес непонятный. И мне прислали ссылку на видео, звезды сошлись и с подписью, вот и у тебя такое будет. В общем, пока Миленка играла, я же насмотрелась, вернулась домой. И хочу вам сказать, девочки, хватит обсуждать вот эту тему. Вот видео про, а то я вот опять так прискочила с одного на другое. Пришла жена в студию, у которой муж уехал в Россию. Тоже строитель, наверное, поэтому же прислали. И познакомился там с какой-то актрисой. Я ее абсолютно не знаю, ни одного фильма с ней не смотрела. Оказывается, она там какая-то знаменитая. На им фамилия Толи Мальцева, Малышева. Не помню, девочки, не помню. Ну, в общем, она увела этого мужа у жены и четверых детей. И вот мне написали, что у тебя такое будет. Девочки, если суждено, то необязательно жить на расстоянии. Не обязательно. Посмотрела я все. Много, конечно, говорят, что люди там живут. Если ты там, а он там, и чувства теряются, и люди там, короче, все там охлаждается. Есть такие семьи, у которых, наоборот, расстояние эти чувства обостряет. А есть такие семьи, которые спят в одной постели, которые едят ежедневно задним столом. Которые каждый день, даже, может быть, и работают вместе, но, тем не менее, имеют параллельно вторую, третью, десятую семью. Ходят, изменяют. И не только мужья, но и жены. И поэтому я уже, да, еще был комментарий под вчерашним, да, видео, по-моему. Да, под вчерашним, когда я про Визу-то рассказывала невесты. Что, ой, видать, у Лилии так все плохо, что она там начинает вспоминать. В общем, все как было. Я сказала, девочки, когда плохо, то ты не будешь улыбаться, то ты не будешь вести себя так, как и чувствовать, так, как я себя чувствую. Не знаю, можете там себе опять фантазировать, что хотите. Меня вот это, честно говоря, фантазии, они не касаются. Год, я вам даже больше скажу. Год назад, да нет, даже больше, когда я только сказала, что вот у нас такая ситуация, что придется вот так вот нам пожить. И когда начали писать, просто атаки были такие, что вот ты признайся, вот ты расскажи, вот ты скажи, что там тебя бросили, тебя выгнали, тебя вышвырнули и т.д. и т.п. Мне даже вот девчонки-блогеры, с которыми я общаюсь, они мне говорят, Лилии, чего ты теряешься, монетизируй ситуацию и плачься, что вот ты посмотри. Девчонки, которые там говорят, что развелись с мужьями и некоторые даже не разводились, но тем не менее канал сразу там вспрыгнул, взлетел. Ну и значит, все у них хорошо и замечательно. Так вот, я не стала этого делать и делать этого не собираюсь. Как бы там какие-то рейтинги, просмотры, лайки не были. Кому нравится, кому не нравится, это не моя проблема. У меня, слава богу, все нормально. Я, конечно, не наивная какая-то там дурочка, что там, знаете, может кто-то думает, что я там идеализирую как-то наши отношения. У нас все было, и ссоры были, и кризис был в отношениях, разные были ситуации, но мы уже настолько долго вместе, что мы уже знаем и уже чувствуем друг друга. Я думаю, так, все, надо позвонить, надо там что-то сказать. И раз, и мне мужик там, например, с аналогичной проблемой там или с аналогичными какими-то мыслями мне пишет там в WhatsApp, там то-то, то-то, то-то. И поэтому, как я уже сказала, не надо жить вместе или жить раздельно для того, чтобы там иметь вторую, третью, десятую семью. У меня тоже был такой комментарий давненько, правда? И написали, что что вы там, вы слышите ее бредни, она там рассказывает, короче, ее выгнали, она там вам рассказывает, лапшу на уши, как всегда вешает. А ее муж уже давным-давно живет с другой. И тоже одна из подписчиц написала, да, живет с другой, и они с той-другой усыновили ее сына и вместе теперь его воспитывают. Так что, девочки, ради бога, думайте, что хотите, не надо мне присылать ссылки на вот эти все тук-шоу, на вот эти все передачи, потому что, знаете, я что заметила? Когда я смотрела там «Пусть говорят» или там, что оно там еще, «Мужское, женское» или там какие-то вот такие вот, все вот эти шоу, то, во-первых, мозги засоряются информацией, которая нам абсолютно не нужна. Во-вторых, остается после них какой-то вот осадок, потому что приходят люди, да, кстати, я вот очень давно хотела спросить на «Мужское, женское», да, это где «Барановское» и «Гордон» ведут, и вот знатоков русского языка. Да, я раньше, я сама россиянка, я родилась в Сибири, и я никогда не слышала, его, 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 это новое какое-то веяние русского языка или откуда, я никогда не слышала, что, ну, вот именно говорили, что это, ну, всегда же говорят «её, его», но «евонная жена» и «евонный муж», что это за новое слово? И вот это вот, вот с такими героями, знаете, посмотришь одну передачу, посмотришь другую передачу, там где-то может быть что-то там, законодательство, что-то интересное, ну, расскажут, но в основной массе, так, пришла смска, так, это мой муж уже, который живет, вот, который живет с другой и воспитывает моего, нашего сына. Так, ладно, девочки, не буду ни вас, ни себя задерживать, так что, кто такой «евонный», кто такая «евонная», вот это вот мне непонятно. Да, кстати, покажу сейчас орхидеи, как раз у меня сейчас такая погода, что, ну, ещё не совсем темно и не совсем, ну, потому что когда, ну, у меня есть вот такие вот, ну, они не жалюзи, а типа как бы шторки, я их закрываю, спрашивали тоже, как у тебя орхидеи стоят, солнечная сторона, ты постоянно говоришь, как где они у тебя стоят? Стоят они у меня в зале, как они цветут, в общем, давайте о чём-то таком позитивном, а все вот эти вот бредни и все вот эти ссылочки, девочки, не надо, мне они не интересны. Так, все уроки мы закончились, остался у нас вот этот ещё ведмежонок, девочки, хочу показать вам красоту. Мне вот кажется, за всё время, с того момента, как только у меня появилась первая орхидея, они у меня никогда, ну, вот эта дальняя уже цвела, они у меня никогда настолько вот обильно не цвели. Обычно как, ну, вот пять-шесть цветков на цветоносе и всё, но чтобы вот такое вот изобилие у меня никогда не было. Вот это что с такими треугольными листиками, а вот это вот белая, это кругленькие листики, вон у неё ещё там цветоносик есть. И вот это моя любимая мелодия, она оказывается, называется вот этот вот сорт или как вид, наверное. Там ещё одна должна зацвести, ну, смотрите, какая красота, просто обалденно, красиво. Подойду, посмотрю, аж настроение сразу поднимается.